От уроков «Как быть хорошей мамой» до стрип-йоги и тренингов по соблазнению мужчин. Создатели школы Гейш утверждают, что формируют женщин, способных создать и сохранить семейную идиллию. Тренинги, по словам организаторов, помогают посетительницам найти себя и обрести счастье. Часто бывает на первом уроке школы Гейш женщина говорит, «Все, я ухожу, я развожусь, я не могу жить с этим человеком, это просто не мой человек». Проходит тренинг, проходит какое-то время, и женщина говорит, «Нет, вы знаете, у нас вообще все так замечательно». В школе Гейш, несмотря на это название, может быть, у кого-то вызывают какие-то не те ассоциации. Школа Гейш – это именно философия жизни, философия жизни в паре с мужчиной. Психолог Айгульди Симбаева считает, подобные тренинги могут помочь женщинам и их семьям. Женщина ориентирована на сохранение отношений, говорит она. Она более настроена на внутрь, интровертирована, чем мужчина. И в то же время более эмоциональна и легче проговаривать, обсуждать, выносить вообще вслух про какие-то свои проблемы. Поэтому большинство участников, подавляющее большинство – это женщины. Подобные тренинги вряд ли способны научить женщин выстраивать здоровые отношения с окружающими. Так думают в молодежном феминистическом движении. Модные тренинги ставят женщину в изначально неровное положение с мужчиной, делают ее зависимой и несамостоятельной, говорят феминистки. Нам нужно сексуальное образование, но не в контексте того, как ублажить мужчину и как сделать все это лучше. Мне хотелось бы, чтобы женщины больше акцентировались на, опять же, саморазвитии, на том, чтобы строить здоровые отношения с другими людьми, а здоровые отношения, возможно, только между независимой личностью и другой независимой личностью. Средний возраст учениц школы Гейши – от 30 до 40 лет. К сожалению, сами участницы не захотели прокомментировать тренинги. Дана Сансеева, Ержан Амирханов, Тимур Айтмухамбетов, Азатык ТВ. Даня Сансеева, Ержан Амирханов, Тимур Айтмухамбетов, Азатык ТВ. Даня Сансеева, Ержан Амирханов, Тимур Айтмухамбетов, Азатык ТВ.